доброе утро дорогие товарищи доброе утро алексей доброе утро у нас сегодня в гостях по многочисленным просьбам наших зрителей наш любимый доктор алексей водовозов и приветствую и сегодня мы будем подводить итоги года мы будем отвечать на ваши вопросы которые вы будете нам задавать в чатике напомню что деньги которые мы соберем мы отправим на благие дела сейчас перед новым годом это как никогда актуально соответственно задавайте вопросы алексею можно даже мне задавать подписывайтесь на канал ставьте лайки мы плавно тогда начинаем а во втором часе у нас будет валерий федоров руководитель в циум и потом будет александр сосновский которого вы тоже давно просили то есть будем по полной программе сегодня подытаживать как горел миха сергеевич гербачев подытаживать будем ну что у нас медицинский год тяжелый во всех планах начиналось все вроде как более-менее радужно я сейчас посмотрел мы с тобой за эфиром пары слов перекинулись 59 человек умерло 1 мая от коронавируса в нашей стране 1 мая в январе цифры я не успел добежать до них честно говоря но я думаю что цифры тоже где-то в районе сотни были в день не пишем прошли если мне не изменяет склероз самая высокая цифра в погоду которую у нас было это 256 что там умерших за день и тогда все хватались за голову и говорили что это вообще катастрофа и такого быть не должно и мы вообще стремимся в лидеры посмертности и все плохо плохо сейчас у нас декабре умирала 1200 с лишним человек на пике за одни сутки за 24 часа то есть грубо говоря это как наверное за весь май месяц можно посмотреть конечно сравнить но я думаю что где-то там к тому и будет что скажешь как год прошел почему такая урок прошел надо сказать так на самом деле это вся смертность была предотвращаемой по крайней мере не в тех количествах которых мы людей теряли это довольно неплохо видно по европейским странам которые довольно так массово провели все-таки вакцинационной кампании и где-то начиная где-то ну примерно 75 процентов привитого взрослого населения это очень четко отражалось как раз на летальных исходах у них они числялись но в лучшем случае там в десятках в небольшом причем числе десятков то есть у нас с ними различия были просто колоссальные при том что у них заболеваемость в том числе была и гораздо выше чем у нас ну сейчас вот посмотрим или францию или великобританию то есть у них сейчас как раз уже пошел лютовать микрон и к нам он еще дойдет я так думаю с небольшим опозданием как это обычно бывает но мы не сделали выводов по дельте потому что опять же дельта начала проявлять себя в полной красе в остальных странах гораздо раньше чем у нас то есть это все можно было сделать можно было провести вакцинационную кампанию нормальную да то есть людей защитить таким образом да на сегодня мы понимаем что к огромному сожалению вакцины не обеспечивают стопроцентную защиту от симптоматической инфекции это плохо конечно с одной стороны а с другой стороны мы прекрасно понимаем что все еще сохраняется защита и от тяжелых случаев и газ от госпитализации самое главное от летальных исходов то есть мы могли не потерять этих людей вот сейчас у нас в редакции вторая потеря небольшая редакция молодой 38 лет позавчера не приедет анима даже вчера скончался все ничем помочь не смогли вот и к огромному сожалению так она везде еще раз то есть единственное что в этом во всем плохо да это тяжелая инфекция да это перегрузка здравоохранения да это все остальное но есть вот это важное слагаемое что такого количества смертей в этом году можно было избежать то есть на двадцатый год мы могли списать да у нас нет вакцин мы не знаем как защищаться все плохо все да и прочее прочее в двадцать первом году это отмазка не прокатывает а сотрудник твой который умер он не был привит я правильно понимаю он был привит но к сожалению он немножечко запустил заболевание то есть он так не обращался за помощью и плюс была патология потеку то есть это сопутствующие как ты понимаешь не утяжеляющие обстоятельства вот к огромному сожалению бывает и так да да бывает 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 к сожалению сейчас на смертность обсорил 2 и 9 процента общее от количества я так понимаю заболевших там много я правильно эту статистику понимаете да это 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 очень много это очень много и что с этим делать я так понимаю что только прививаться то есть смотри вот я есть твоей речи понял к вступительной которую ты сейчас сказал я так понял что поправь меня если я не прав что европа и остальные все страны которые сейчас пошли на снижение заболеваемости они снижают эту заболеваемость за счет повышения процента привитых все же и ничто другое так сильно не сказать не совсем когда расскажи про это как я и сказал что заболеваемость у них подскакивает еще раз мы можем посмотреть что сейчас творится в великобритании что сейчас творится во франции что начало творится в соединенных штатах то есть везде где пришел омикрон мы в том числе видим такой довольно резкий подъем заболеваемости но при этом еще раз то есть мы ориентируемся на тяжелые случаи на госпитализации самое главное на летальные исходы и вот если мы их посмотрим за двадцать первый год и сравним то очень мало кто хуже нас это примут надо очень постараться найти страну которая была бы сильно хуже нас да по количеству привитых но мой вопрос я на неправильно сформулировал я имел ввиду именно скажем как сказывается прививка на смертность не на заболеваемость понятно что франция по сто тысяч сейчас в день заболевает а умирает его в англии ноль по моему во франции там какие-то 20 нет ни ноль конечно нет ни ноль ни ноль естественно не ноль но случаях все меньше и меньше да то есть у них идет четкая тенденция к снижению если мы будем брать ну как положено они так как некоторые товарищи говорят что вот статистика я ее трактую так ребята статистика это наука в ней есть свои понятия есть свои термины законы и все остальное да то есть мы пользуемся например для отслеживания тенденции это скользящая средняя ну например недельная еженедельная скользящая средняя это самое наверное такая удобная вещь по которой можно отслеживать тенденции в статистике это так и делается в эпидемиологии во всем остальном если по ним судить то да действительно получается так что не неизменно с момента массовой вакцинации снижается количество летальных исходов вот как не крутись можно конечно ты списывать на что угодно там на то что перестали регистрировать или там что им мировое правительство заставило эти цифры прикрутить или что-то в этом роде вот но да я понимаю что это железные отмазки но работает только на определенной части аудитории на той который пользуется головным мозгом по прямому назначению все-таки мы понимаем что да единственный вариант на сегодня имеющийся это вот этот самый или слоеный пирог да или швейцарский сыр когда мы собираем все неравнические методики на сто процентов но у нас нет ни одной сто процентов работающий в принципе мы складываем все вместе и через них этот самый вирус не пробивается в итоге то есть да вакцинация важная вещь но это только первый этап вакцинированную нужно носить маску в обязательном порядке ему не нужно приходить на концерты на рок-концерты да вот сейчас буквально недавно показали 2000 человек заразилось на одном рок-концерте как раз скорее всего омикронным штаммом то же самое было со свадьбами с корпоративами с новогодними и прочими прочими вещами то есть люди которые в том числе некоторые сходили за вакциной и считают что это такая индульгенция им теперь все можно нет ребята так нельзя не получается к огромному сожалению вакцина это снижение рисков это не уход от них полностью а это именно снижение рисков не более того поэтому все остальное тоже нужно соблюдать до тех пор пока мы не выйдем из активной фазы пандемии слушай я сейчас послушал послушал тебя и думаю что у тебя не хватает одной вещи у тебя не хватает футболки вакцинированных которые на мне ты мне потом за эфиром скажи куда тебе ее отправить и я тебе ее отправлю озон кстати дорогие зрители наш озон где это футболки продаются эксклюзивно он прода доставляет в любое время даже в новогодние праздники поэтому заказывайте ссылка там под эфиром а наш магазин который изолента life.com где сейчас у нас 30 процентная идет новогодняя распродажа мы теперь отгружать будем только после рождества плавно ближе к 10 числу потому что у нас сейчас ну мы тоже хотим чуть-чуть отдохнуть но заказывать можно и все заказы будут сохранены и исполнены поэтому продолжайте заказывать до рождества у нас идут сейчас скидки на нашу продукцию слушай вот смотри сейчас константин кинчев выступил ну ты наверно читал до сказал что это все шляпа что вирус это все придумано что это там рептилоиды но я утрирую сейчас умышленно утрирую потому что ту глупость которую он сказал даже повторять не хочется поэтому он сказал давайте соберемся сейчас вот на концерт и оторвемся по полной программе да и покажем всем что мы ничего не боимся и что все хорошо как реагировать на такие вещи понятно что у каждого внутри есть какое-то внутреннее возмущение но у меня извините говно вскипело по-другому я даже не могу сказать мне хотелось значит позвонить в милицию сказать алё вы там чего блин тут вот у нас нельзя больше двух собираться уже грубо говоря а тут у вас вот концерт константина кинчева каким бы он авторитетным музыкантом не был но все же какие-то края надо иметь тут вы басту вот это вот а тут вот ничего как реагирует что происходит вообще скажи мне как а это вопросы к нашим властям дорогим они уже определиться должны в итоге-то как бы второй год пандемии заканчивается когда они уже скажут точно что это угроза национальной безопасности например и что мы соответствующим образом действуем а то как-то здесь играем здесь не играем а здесь вообще рыбу заворачивали да ерунда какая-то получается полная нет четкой позиции государства по этому поводу с одной стороны вроде вакцины нужны и а с другой стороны все добровольно ну ребята это может быть добровольно вне пандемии вот да когда мы там про какой-то национальный календарь говорим да кстати сейчас вакцину против коронавируса в его внесли когда мы говорим про какие-то плановые мероприятия ну да там еще можно посамовыражаться у нас от кори привито все-таки довольно много людей большая прослойка и да вот там внутри мы еще можем как-нибудь там что-то поговорить на эту тему поспорить и прочее прочее поискать более эффективные вакцины и и так далее но сейчас то мы находимся в активной фазы пандемии там этих генетических вариантов коронавируса описано больше тысячи уже то есть он меняется как не в себя а почему он меняется исключительно потому что у него есть такая возможность мало того он сейчас активно ищет вход в животный мир и находит что самое неприятное в этой ситуации обследует популяции белохвостых оленей например выясняется что некоторые популяции эти носят до 70 процентов животных носят коронавирус в себе при этом массового падежа у них нет естественно поскольку они один из промысловых объектов человек может с ними довольно плотно контактировать в некоторых ситуациях и происходит передача во первых туда в эту популяцию животных а потом обратно это как раз та ситуация из-за которой мы до сих пор не можем справиться с гриппом у него масса резервуаров природных вот если сейчас коронавирус накопает себе таких резервуаров у нас проблемы еще больше расшириться но при этом есть огромное количество людей которые выходят с плакатами давайте сдадимся на милость коронавирус ну примерно так молодец то есть придется что олени прививать получается или как а вот сложно сказать это уже вопрос к специалистам по оленям и по прочим вещам я так думаю что да потому что ветеринарные вакцины против коронавируса существует но есть же свои коронавирусы имеется ввиду и у кошек например и у собак и у других животных я думаю что не исключено что придется работать том числе и в этом направлении потому что если вдруг вирус будет убегать туда там набираться новых мутаций и возвращаться к нам обновленным и неузнанным как это регулярно бывает с гриппом например то да у нас появятся очередные сезонные проблемы только масштаб будет слегка крупнее раз так в 10 по сравнению с гриппом то есть будет у нас теперь ну грубо говоря компании 2 будет прививка комп прививочная компания гриппа и прививочная компания от коронавируса к я думаю совместят сейчас есть уже и в нашей стране в том числе разрабатывается комбинированные вакцины одновременно от коронавируса и гриппа скорее всего будет вводить единовременно так можно вот смотри тут пошли вопросы тебе по чуть-чуть я буду зачитывать как раз в тему николай к 500 рублей в донейшн алёртс отправляет на благие дела добрый день стоит ли прививаться сови гриппом если из альтернатив только грипп пол а но если при таком раскладе да это наверное это будет более такой более приличный выбор потому что антигенов там чуть-чуть побольше там меньше чем рекомендовано всеми организации здравоохранения но все-таки больше чем грипп поле поэтому да при таком небогатом выборе лучше на этого поле но спасибо и он же николай к еще 500 рублей отправляет задает вообще очень такой интересный вопрос мама ревакцинировалась спутником две дозы но есть а с ревакцинировать но есть основания полагать что ей два раза сделали вторую дозу так получилось такой вариант дает эффект ревакцинации или надо заново ревакцинироваться нет 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 дает дает тут принципе лайта то за глаза и за уши как показывает вся накопившаяся на сегодня база лайта более чем достаточно именно для ревакцинации нам не обязательно второй раз вот это все проворачивать все это довольно длинную компанию более мощного скажем так эффекта но пока по крайней мере не наблюдалось то есть лайта достаточно для того чтобы просто напомнить нам же не нужно его формировать иммунитет как первый раз нам просто напомнить что вот ты помнишь у нас есть такой интеген против которого нужно дружить иммунитет такой а помню все на этом как бы разошлись все хорошо все замечательно и light дает qr-код то есть все там по закону в нашей стране до за рубежом нет то есть тут возникают нюансы если вы хотите куда-нибудь ездить и это требуется по работе естественно никак иначе то конечно пока что мы ориентируемся на спутник ве потому что многие страны его признают спутник light насколько я помню сейчас пока только сербия вроде бы признала больше никто для въезда имеется в виду большинство стран все-таки спутник ве признают это разные вакцины бюрократически это разные вакцины да я понимаю что это как бы первая доза спутника но их нужно оформить то есть все как положено и поэтому если есть необходимость куда-то ездить то да нужно иметь qr-код например от спутника и и еще одна важная вещь который мы узнали вот в этом уходящем году это как ранжируются иммунитет и то есть у кого он самый сильный на самом деле так вот самый сильный это комбинация переболевания и вакцины причем в любом в любой последовательность либо вы сначала привелись потом переболели либо сначала переболели потом привелись причем переболели приявились пожалуй даже чуть повыше по уровню. Это гибридный иммунитет так называемый. И сегодня, я так понимаю, мы все его в итоге заработаем. Так или иначе. Вот как ни крутись. Я так ради интересов прикинул. У нас вот так в большой семье, если так всех родственников ближайших собрать, 14 человек, не болели только двое. Все 12, остальные переболели. Причем из 12 трое переболели неофициально, 9 официально. То есть ПЦР плюс, регистрация со всем остальным. Так вот, из всех 14 в стационар попала только мама. Все. Все остальные перенесли дом амбулаторно, без каких-либо проблем. И сейчас все обладатели гибридного иммунитета. Потому что так или иначе вот эта комбинация вакцины и прививки, она произошла. Следующий по уровню, скажем так, по мощности, это комбинированный иммунитет, так называемый, когда мы берем две разные вакцины. То есть принципиально желательно разные. Например, векторную и мрнковую. И как вот показала опять же практика, то есть это не научные данные пока. Эта комбинация не изучалась, но народ уже активно ездит. И в Сербию, и в Хорватию, и сейчас вот в Армению стали активно ездить, потому что туда завезли Модерну из-за Норвегии. И получается так, что после спутника Модерна, пожалуй, самый лучший, именно ревакцинирующий фактор. Если мы соединяем спутник и Модерну, то антитела уходят просто в стратосферу. Там невероятные цифры народ показывает. И то же самое уже есть научные данные, скажем, по комбинации Астрозенеки и Пфайзера, либо Пфайзера и Модерны. То есть мы переходим к комбинации вакцин. 22-й год, скорее всего, станет годом комбинации вакцин, поиска такого вот выхода, скажем, из этой ситуации. Потому что похоже, что даже с омикроном они справляются довольно неплохо. Вот именно комбинированный вариант. Что идет дальше? Дальше идет вакцинация одной вакцины. То есть каким-то одним типом вакцины, например, вакцинация плюс ревакцинация. Дальше еще ниже идет вакцинация просто двумя дозами и еще ниже иммунитет переболевших. Вот примерно такая градация по итогам 2021 года может быть выстроена. То есть иммунитет переболевших на последнем месте? Да. Вопреки тому, что в начале пандемии нам говорили, что переболеть это практически гарантия от того, что больше не заболеешь. Сейчас, через два года, мы понимаем, что все чуть-чуть не так. Вернее, все совсем не так. Ну да. То есть и надо сказать, что это вещи не уникальные. То есть такое реально существует, например, от кори. Долгое время прививали одной дозой. и люди болели повторно. Причем в довольно ощутимом количестве. Поэтому через некоторое время, там через несколько, лет через 10, по-моему, ввели вторую дозу. Именно для того, чтобы вот этого избегать. Потом ветрянка. Некоторые говорят, ну вот переболел и все. Больше никогда в жизни. Да сейчас. У кого опоясывающий лишай, признавайтесь, это ветрянка. Только ветрянка взрослых. Это один и тот же вирус абсолютно. И эти обострения могут буквально бесконечно. И так далее. То есть, среди вирусов это норма. Я бы сказал так. Они всегда будут стараться вернуться в переболевшего человека. Для них это такая эволюционная ниша, эволюционное приобретение. Я бы сказал так. Ну, у меня вот сестра моя переболела ветрянкой. Обыкновенной ветрянкой детской два раза. Ей никто не верил. Говорит, ну, ври, ври, что все, такого быть не может. Ну, пока дети были. Может. Может. Все, оказывается, вот через тридцать с лишним лет доктор Водовозов сообщил, что оказывается, это действительно была правда. Поэтому все, кто сейчас меня смотрит и кто знает мою сестру, она вас не обманывала. Это была чистая правда. Два раза ветрянка. Так. Едем дальше. Смотри. Значит, про прививку, про омикрон. Да? Мы про пиар, наверное, в конце поговорим. про государственную реакцию и про всякие разные компании. Это на сладкое оставим. А сейчас мы, наверное, поговорим про омикрон. Вот смотри, первая версия. Я так кружен врачами, как, ну, живу за городом, у меня вокруг меня куча врачей. В одном из разговоров была такая версия, причем от человека, который работает с коронавирусом плотно достаточно на КТ, что омикрон это природная, так может быть, природная прививка от коронавируса. То есть это уже своеобразная эволюция, которая будет распространяться с бешеной скоростью, но смертность будет очень и очень низкой. Во всяком случае, это не утверждение, это предположение и надежда такая некая. Что скажешь об этом? Нет. Тут не получится в любом случае по любым законам эпидемиологии. Если это будет большая заболеваемость и, причем, ощутимо большая, скажем, по 100 тысяч или там по 200 тысяч человек в сутки. Ну, вот как сейчас, например, это... Да, как сейчас. И это еще только он набирает обороты. А если это будет больше, и даже если вдруг у него будут меньшие показатели по тяжести, по госпитализации, по летальным исходам, я не исключаю, что такое может быть в процентах, но в абсолютных числах это будут совершенно другие цифры. То есть это будет гораздо больше людей в штуках. К сожалению, не так. То есть мы в любом случае столкнемся с перегрузом системы здравоохранения. И, в принципе, многие страны уже с этим сталкиваются сейчас. Ну, вот из тех же Нидерландов, например, у меня там есть масса знакомых, в том числе врачей, коллег, которые там работают, они очень быстро стали возить в соседнюю Германию. У них кончились реанимационные койки, например. И что там будет дальше, сложно сказать. Везде, где успели провести оптимизацию здравоохранения, в общем, это довольно большая проблема. Мы в этом смысле, ну, надо сказать, не на самом последнем месте в мире. Это не может не радовать, потому что мобилизационный ресурс у нас впечатляющий. То есть развернуть дополнительные койки мы смогли вот просто как никто в мире. Это к счастью, к огромному, потому что мы не закончили вот эту всю программу модернизации, точнее, оптимизации здравоохранения, и это нас сильно спасло, потому что иначе это было бы, я не знаю, многократное ухудшение ситуации. Так вот, к огромному сожалению, нет такого даже, не знаю, даже намека на то, что эта ситуация может самостоятельно разрешиться в какую-то прям очень совсем легкую историю, что вот мы прекрасно все это будем переносить, это будет естественная вакцина. Тут же уточнение есть очень важное, что это будет, это может быть естественной вакциной для выживших. Это, как ты понимаешь, ну, не совсем все. Конечно, это будет большинство. Это будет большинство. Тут как бы, да, естественно. Но с большими потерями как-то неудобно получится. Да, как в том анекдоте, совершенно верно. То есть, мы ждем этого оксимирона, микрона с некоторой опасностью сейчас в России. Я бы сказал настороженностью. Настороженностью. Потому что... А что... Извини, говори. Нет, нет, лучше спроси, я лучше уточню. Да, я лучше спрошу. Сейчас же вот сидят наши вакцинологи и наверняка у них уже этот штамм на руках. Да. И они уже наверняка его крутят, вертят, и они пытаются понять, а, работает ли существующий прививки на нем так же эффективно, как и на предыдущих, б, что с ним делать, если не работают, и цеку додевать тех людей, которые заболели. Я правильно понимаю политику партии? Или там еще есть какие-то опасения? И, в принципе, поскольку вариант уже получили, мало того, он уже российский, наш местный, у нас уже начались внутри страны передачи, то есть не завозные случаи, а внутри страны пошло. То есть процесс пошел без вариантов. И что сделала группа Лагунова, например, они взяли изоляты так называемые, то есть они взяли и выделили этот вирус от больных омикроном. Подтвердили после генетического секвенирования, и именно этим этот вирус, то есть взяли не псевдовирус, что это такое, это лабораторная модель, когда ее делают, эту лабораторную модель, и используют для оценки ситуации. А группа Лагунова, и надо сказать, что в мире многие так сделали, взяли нативный вирус, настоящий, и на него воздействовали сывороткой привитых. То есть вот это более-менее правильное исследование, такие корректные, я бы сказал, и что выяснилось, что да, гораздо хуже воздействует на него нейтрализующие антитела из сыворотки привитых. Ну, гораздо, это имеется в виду как, примерно раз в 11 хуже, чем было, например, в прошлый раз. В прошлый раз мы говорили о дельте, и я наверняка эту цифру называл, там в 4,2, по-моему, раза снижалась активность нейтрализующей сыворотки. В этот раз в 11 с лишним. То есть это прям плохо. Это действительно так, но, да, это означает, что у нас существенно просядет защита от симптоматической инфекции. То есть заражаться люди будут лучше, к огромному сожалению для нас. И в том числе привитые, что, конечно, отдельно досадно, особенно для этих людей, но они как бы прививались, чтобы не болеть. Начнем с этого. Но, видимо, придется уже вводить такое понятие, как ковид привитых. Скорее всего, единственный плюс, единственный плюс, что по всем имеющимся на сегодня данным, это ковид именно в демо-версии. То есть он короткий, он легкий, он без последствий, без всего остального. Именно потому, что у людей уже присутствует достаточно выраженный клеточный иммунитет. Это важно. То есть мы просядем в антителах. Что такое антитела? У нас это первый рубеж обороны. Вот когда вирус проникает внутрь нас, антитела могут его нейтрализовать, то есть связаться с ним и не дать ему проникнуть внутрь клеток. Если антител мало, либо эти антитела не узнают вирус качественно, на 100%, скажем, не связываются с ним плотно, он может все-таки добраться в итоге до клеток и войти внутрь. Так вот здесь уже начинает играть роль клеточный иммунитет, цидотоксический, так называемый. У нас есть специализированное звено лимфоцитов, которое проходит по клеткам и определяет, что они синтезируют вирусные белки. Такие клетки тут же уничтожаются, чтобы они не стали источником угрозы для окружающих. И вот это, то есть клеточный иммунитет, собственно говоря, он нам дает защиту от тяжелых случаев, от госпитализации, от летальных исходов. То есть да, будем болеть, скорее всего так, придется к этому готовиться, но в меньшей степени, по крайней мере, это касается привитых и переболевших привитых в том числе, что в меньшей степени будут грозить вот эти вот тяжелые какие-то осложнения, тяжелые последствия. То есть нам, переболевшим привитым, все равно морально настраиваться на то, что мы сможем заболеть. Мы сможем заболеть. Я бы сказал так, такая вероятность существует. Другое дело, что она в десятки раз ниже, это их уже более-менее сейчас более-менее считают. Ну и переносить будем в десятки раз легче, условно. И я боюсь, что иногда мы можем даже не заметить, будучи при этом, скажем, пару-тройку дней источником инфекции. То есть такое вполне может быть. Вот. Вот смотри, вопрос. Вопрос утилитарный. У меня родители пожилые, достаточно папе 85, маме 73 года. Соответственно, они привиты, свежепривиты. Ну, как свежи, уже два раза, двумя уколами они привиты. Живут за городом, в городе не тусят вообще последние два года. И никаких контактов, грубо говоря, кроме тех людей, которые вокруг. А вокруг все привиты. и практически все, и все переболевшие, кстати, не практически, а вообще все переболевшие, все привитые. Родители не болели. И вот смотри, у нас появляется омикрон. Я переболевший и прививший, моя семья переболевший и привитый. Извините, неправильно сказал. Мы приезжаем к нам за город. И в этот момент, например, мы не знаем, без симптоматики мы болеем омикроном. Что происходит? Ну, как ты понимаешь, мы не можем сказать на сто процентов, что произойдет именно в этом случае. Потому что я говорю про худший вариант. Худший вариант. То есть, чисто теоретически возможность передачи существует. Вопрос в размере. Это будет вообще там какие-то исчезающие цифры, я бы сказал так. То есть, я бы этого не опасался настолько. Просто потому, что все, что ты объяснил, все, что ты рассказал, это говорит о гибридном иммунитете, который, в общем, неплохо справляется с омикроном в том числе. Опять же, это на основании тех исследований, которые на сегодня по нему проведены. То есть, мы можем сказать, что гибридный иммунитет с этим справляется. Это самое важное. Но даже если вдруг произойдет инфицирование, то, скорее всего, опять же, с очень высокой вероятностью это будет легкая форма. Ну, это прямо оптимистично. Тогда, вот сейчас ты вообще объяснил на пальцах, почему нужно прививаться вообще всем. То есть, вот в такой вот ситуации, когда мы получаем очень сильно быстро распространяющуюся инфекцию, новые варианты, модификацию, да, и если есть какая-то человеческая экосистема, где все внутри привиты, либо переболевшие привиты, то даже если кто-то что-то туда притаскивает в эту экосистему, то это, ну, маловероятно, что произойдет что-то летальное, трагическое. Это не 4 Боинга в сутки падают, да, совершенно верно. Да, 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 вот сейчас вот Алексей на пальцах всем, кто еще сомневался, объяснил, почему надо прививаться, и как это, и как это... не поможет, потому что кто я, а кто профессора и академики, которые рассказывают... Это да, а кто Маша Шукшина у нас, да, у нас прям собирает конференции. Там туда не ткнись, сплошные специалисты. Кто там, Ретта Третько или как там его еще там есть какой-то... Да, да. Там какие-то дикие-дикие люди. Откуда они берутся? Скажи мне, пожалуйста, Алексей, откуда они берутся, вот эти профессора? Они же врачи. Они же, я не знаю, давали они клятву Гиппократа или не дают там, они не навреди. Ну, блин. Трофим, из тех же ворот, что и весь народ. Ты же понимаешь, они все оттуда же. И тут как бы без вариантов. Да, это да, действительно, я не исключаю, что когда-то они были вполне нормальными людьми. Имеется в виду, что они и как врачи могли работать нормально и все остальное. Но бывает такое, когда с возрастом человек перестает ориентироваться в своей научной литературе. Именно в своей области. Потом постепенно и вообще, в принципе, в медицине. Он перестает читать актуальные вещи. Он перестает в этом деле ориентироваться, следить за этим и прочее, прочее. Плюс, поскольку он уже достиг довольно больших высот, он начинает считать, что ну вот он-то теперь точно все знает. И его отдельное мнение, оно как бы выше, чем вот эти вот все ваши научные исследования. Что там это ваша наука? У меня 40 лет опыта. Ты же понимаешь, это перевешивает все остальное. И я считаю, я же вижу, у меня же вот там есть куча больных и пролеченных и прочее, прочее. Я же вижу все это, поэтому я точно могу сказать, как оно на самом деле. Это первое. И второе. О таких людях со временем забывают. Ну, это как бы нормально. То есть, есть у человека некий пик карьеры, скажем так, когда о нем помнят, о нем говорят и прочее, прочее. А потом, когда вот это все идет на спад, для некоторых это прям болезненно. Очень сильно болезненно. И поэтому любой, вот любое событие, даже такое тяжелое, как пандемия, оно воспринимается, как пиар-повод. Что вот, а давайте-ка я о себе напомню. Причем, если ты будешь напоминать со стороны, ну вот скажем так, условно говоря, со стороны государства, то есть, говорить про вакцины, говорить там про необходимость ношения масок и прочего, ну, ты не попадешь в тренды. Ты не угадаешь настроение аудитории и прочие вещи. То есть, ты проиграешь. Зачем? Поэтому, это еще раз, это во всем мире, это не только у нас. Есть огромное количество людей, которые просто используют эти волны хайпа. Некоторые их создают, конечно, специально, исключительно для того, чтобы потом это монетизировать в любой капитал. Это может быть политический, социальный, медийный, иногда и просто натурально-финансовый, всякое бывает. А некоторые на этих волнах хайпа просто катаются, для того, чтобы напомнить лишний раз о себе, что вот, мол, я вот он, вот он, вот он. Приглашайте меня на ток-шоу, там, на радио, на телевизор и прочие вещи, я с удовольствием пойду и выскажу свое особо ценное мнение. Да, ну, плавно подбираемся к пиару. У нас полпрограммы за половину мы перевалили, сейчас я еще вопросы почитаю. Попрошу подписываться на наш канал, ставить лайки и подписываться на канал Алексея, которые указаны у нас внизу под, в титрах у Алексея, смотровая военврача, это прямо очень крутая штука, очень-очень сильно рекомендую читать и смотреть, кстати, в Ютубе, тоже очень сильно рекомендую. Так, поехали по вопросам. Евгений Котенко, 1000 рублей, доброе утро, с наступающим. Если уже вакцинирован иностранной вакциной, модерна, достаточно ли сделать бустер спутником лайт или лучше два компонента обычного спутника? Тот же вопрос для следующего бустера, если уже сделал бустер иностранной вакцины. Отлично. Еще раз. Это будет прекрасное сочетание. Лайта достаточно. Более чем. И дальше, в качестве бустера, можно использовать любую доступную. Да, это прекрасно. Так, я вот сейчас, можно немножко зачитаю? Актуальная информация из телеграм-канала Валерия Вечерка. Это главный врач пятнашки. Замечательная больница, 15-я в Москве. Один из таких мощных ковидных стационаров. Итак, число госпитализированных в тяжелом состоянии увеличилось до 31% в этой больнице. Вакцинированных среди них не более 2%. Это вот свежье новье предновогоднее. Типец вообще просто. 31% от общего количества пациентов? Да, тяжелые. То есть, тяжелее. Это жесть. Да. Это жесть. Это жесть. Так, едем дальше. Александр Мордвинов 100 рублей отправляет на благие дела. Вакцина повышает шансы на выживание. У меня уже никаких мыслей, кроме нецензурных, в конце года не осталось. Один похорон за этот год. Ковид-10, старость 1. Одна. Ну, по дни похороны, извините. то есть, вот такое сочетание, 10 к 1, это ужасно. Надежда Николаева 500 рублей традиционно. Спасибо за поддержку наших добрых дел, Надежда. И Александр Мордвинов еще 200 рублей отправляет. А имеет ли профессиональную компетенцию Константин Евгеньевич, имеется в виду Кинчев, при всем к нему уважении, открывает рот про вирусы и вакцину? Я бы теоретически понял Розенбаума, потому что, кто не знает, Розенбаум врач по образованию, он в прошлом врач, но он молчит. Но Александр Яковлевич очень умный человек, мне довелось быть с ним знакомым, и он в принципе лишних слов никогда не говорит, потому что, во-первых, он человек, который воспитан в 90-е, ну как воспитан-то он раньше, но он очень активно жил в 90-е, и он отлично знает, что такое цена слова, и как за это слово потом может прилететь. И он отлично знает, что там было на самом деле в 90-е в Питере, имеется в виду по заболеваемости. Это точно. И что интересно, да, мне тоже с ним один раз приходилось пересекаться, как раз на скорой, то есть я работал фельдшером, а он был врачом. Так что в этом смысле мы можем не переживать. К огромному сожалению у нас получается так, люди, у которых меньше всего компетенций, высказываются громче всего, и почему-то к ним прислушиваются, именно потому что, ну как же, то есть у него как бы нет конфликта интересов, получается так. Если я об этом рассказываю, то я, соответственно, выступаю на стороне фармы, на стороне Госдепа, Кремля, там кого угодно, то есть у меня обязательно будет некий конфликт интересов. А вот когда человек говорит, который абсолютно к этому никакого отношения, не имеет и не разбирается вот в этой ситуации во всем остальном, то его прям надо сразу слушать и, мало того, принимать его слова за основу, для действий, самое грустное во всей этой ситуации. То есть мы поняли за эти два года пандемии, что есть огромное количество людей, которые при первом же инфекционном шухере с удовольствием побегут в сторону пропасти, и, мало того, и остальных с собой потащат в том числе. Вот это вот, конечно, удручает, и больше всего удручает, что да, среди них будет большое количество врачей, которые будут зазывать, мол, нам туда, нам туда, и народ за ними побежит. Тут вот, смотри, пишут в комментариях просто люди, 45% привитых, хочешь не хочешь, уже должна снизиться смертность. Евгений пишет. Я говорю, уважаемый Евгений, изначально, вот даже я, не врач, не медработник, не имеющийся к этому никакого отношения, помню цифру, когда первое, вот еще только были наметки, и легко, ну, прививка хорошо воздействовала на, серьезно работала на заболевание, воздействовала, а 75% говорили, минимум, минимум та цифра, которая позволит ограничить смертность и снизить заболеваемость. 75%, а вы говорите про 45%. 45% это ни о чем. Ни о чем. К огромному сожалению так, да, то есть оно все приходит и в привитых в том числе, а тем более сейчас омикрон, он отлично убегает от антител, и в том числе от антител привитых. Да, конечно, не так, как от антител переболевших, например, потому что, ну, опять же, можно не верить этой информации, ради бога. Можно говорить, что все ученые куплены и прочее, прочее. Но это все изучается. У людей, переболевших предыдущими вариантами, практически нет защиты от омикрона. И вероятность повторного заболевания, ну, то есть альфа, бета, гамма или дельта, и человек переболел, то у него вероятность заболевания омикроном где-то, ну, по разным данным, от 7 до 21 раза выше, чем было, скажем, месяц назад. То есть это все очень сильно ускоряется и не в лучшую для нас сторону. Ну, это на самом деле, да, это видно прямо по цифрам. То есть прямо вот по цифрам очень сильно видно. Едем дальше. Александр Шевкунов, наш спонсор нашего канала, 12 месяцев он спонсор нашего канала. Можете, кстати, тоже стать, кто хочет спонсором канала. Есть кнопочка платной подписки. Начинающий изолятор. Он задает вопрос. У мамы миелома 6 химии. Ненаучный пример приведу. У меня у отца тоже онкопатология, подход. То есть я вот опять же личный ненаучный пример приведу. У меня у отца тоже онкопатология. Он прошел хирургическое лечение. Он прошел курс лучей. И все это время у него был отвод от прививки. То есть нельзя было. Но вот как только курс лучей закончился, ему практически через неделю ввели первую дозу спутника. Сейчас у него уже обе дозы. Перенес абсолютно нормально. Никаких проблем. Рецидива нет. Заболевания там все хорошо. Семоконтрольному исследованию и прочие вещи. То есть таким пациентам не противопоказано. Но подход индивидуальный. То есть решать нужно с лечащим врачом. Ну, в общем, логично, да. Потому что кто лучше лечащего врача, тебя знает. Конечно. То есть там нужно просто подбирать. Там вопрос в чем? В чем индивидуальность? Нужно подобрать вот то время, когда ввести вакцину. Некоторые способы лечения, которые используются в онкологии, они воздействуют на иммунитет. И получается так, что просто не сформируется нормальный, нужный нам иммунный ответ. Вот и все. То есть не какой-то вред произойдет, да, не то ужасное или что-то в этом роде. Просто не сформируется иммунный ответ. А это на самом деле самое страшное осложнение вакцинации. Ну, собственно говоря, собственно говоря, понятно, да. Евгений Котенко 400 рублей отправляет. Алексей, а вы не знаете, почему так мало слышно про Ковивак и Вектор в последние месяцы? Есть впечатление, что на госуровне сделана ставка на спутник. Это бизнес или спутник эффективнее? Спутник точно эффективнее. Тут без вариантов. Потому что все, что мы сегодня имеем, вся информация, которую мы сегодня имеем по инактивированным вакцинам в мире, она говорит о том, что они, ну, скажем так, слабенькие. Да, конечно, они традиционные. Они сделаны по технологии, которой сто лет с лишним. Ну, вот, вернее, вру, 100 будет, будет только в 30-м году, будет 100 лет этой технологии. То есть, ну, она немножко устарела. И когда ее создавали, когда ее разрабатывали, то там не знали о клеточном иммунитете, например. И на него особо не воздействовали. Да, действительно, там акцент на антитела. Но антитела, как вы видите, это только первый рубеж обороны. Они далеко не всегда срабатывают. Поэтому все вакцины, которые на сегодня инактивированы в мире, есть, они дают защиту, ну, где-то от симптоматических случаев. Процентов 50-60. И это еще до дельты, например. Дальше вся эта эффективность только уменьшалась, к огромному сожалению для нас. По векторовской вакцине, ну, я думаю, что понятно, почему не слышно. Да, потому что у них там довольно большие проблемы с объяснением, как вообще это произошло и как это работает, и почему у них, по некоторым данным, даже отрицательный защитный эффект наблюдается. То есть, к огромному сожалению для нас, да, у нас нет большого количества эффективных вакцин. Строго говоря, в мире точно так же. Кандидатов было масса, там были сотни исследований. А кто добрался до финиша, ну, вот можно по пальцам пересчитать. Там буквально 10 вакцин. Вот, точнее так, есть 9 вакцин и 10-й пункт все остальные. Так вот, 9 вакцин, они абсолютно подавляющее большинство составляют среди всех на сегодня введенных доз. Спутник там есть, кови-вака там нет на сегодня. Кови-вак можно использовать в качестве одного из составляющих вакцинации. То есть, ну, как грунтовка. То есть, кови-вакам сначала привились, это грунтовка, а вот краску потом будем наносить в виде спутника, уже как бы следующим этапом. Вот да, такое возможно. С другой стороны, это пока не исследовалось именно в клинических исследованиях. Это бы надо изучить. Потому что не исключено, что мы получим тот самый комбинированный иммунитет, о котором я в том числе говорил. Но это нужно еще раз подтвердить в исследованиях. Скажи, пожалуйста, что говорить врачам, ну, медсестрам в основном, в маленьких населенных пунктах, когда ты приходишь, а они тебе говорят, что если не приведете с собой еще 5 человек, то будем прививать вас кови-вакам. Потому что спутник вскрывается, и там 5 доз в одной этой самой. Как быть, если хочешь спутникам? А вот, к сожалению, тут ничего не сделаешь. Тут придется искать друзей. Да, это такое есть. Такие особенности. То есть, это прям законно, нормально, да? Они могут тебе отказать привить тебя спутником, если ты пришел один? Чисто теоретически. Да, потому что ты же понимаешь, что это же по идее должно быть где-то прописано. Но это нигде не прописано. Поэтому, если бы это было прописано, что в обязательном порядке человек, если пришел, то даже из 5-дозового флакона мы можем ему взять одну дозу, а остальное выкинуть. Но это, мягко говоря, не самое рациональное использование вакцины, как ты понимаешь. Есть масса вот этих нюансов, которые не медицинского характера, а бюрократического. Да, и я бы не сказал, что они сильно помогают. Они, конечно, в основном вредят в этом деле. Вот. С одной стороны. А с другой стороны, конечно, да, нужно идти прививаться всем. Всем. То есть, тут без вариантов. Либо ревакцинироваться, либо идти все остальное. И вот тут сразу вопрос такой подлетел еще один. Почему нельзя сделать флакон на одну-две дозы? Это режиссеры отношу, да? Да, это хороший вопрос. Как я сказал, двухдозовые флаконы есть. А проблема в том, что производить, как вы понимаете, одно-дозовые, например, флаконы, дороже. То есть, оптом всегда дешевле. И, в общем-то, рассчитывается на массовость применения, да? То, что, ну, мы же не говорим о том, что нужно привить пять человек. Мы говорим о том, что нужно привить 140 миллионов, например. И поэтому промышленно закладываются определенные мощности, все остальное. То есть, да, пятидозовые флаконы, это удобно. Это и хранить, и распределять, и считать, и прочие вещи. И производить в том числе, да. Одно-дозовое, это всегда, это всегда дороже, хуже и неудобнее. Да, действительно так. Но, я не знаю, может быть, к этому придут в итоге. Может быть, как-то будет меняться политика прививочная. Может быть, еще что-то. Потому что, я думаю, у этих 50% привитого взрослого населения мы будем топтаться еще очень долго. А уж что у нас там будет с прививанием подростков или даже детей младших, это, я даже представить себе боюсь, там даже привитые родители не готовы прививать своих детей. И они с удовольствием отдадут его ковиду, но ни в коем случае не привьют. То есть, тут как бы, ты же понимаешь, да, нельзя. Ну, тут, добрым словом, Советский Союз вспоминается, да. Да это кошмар какой-то, я не представляю. Когда в школу приходили, приходили, прививали, уходили, все. Куда, чего, кому, какие-то расписки, подписки, согласия. Да идите вы лесом, надо детей привить, надо, всех привили, разошлись. Нет, ну, сейчас, как ты понимаешь, информированные согласия и все остальное, как бы, да. Это жесть, конечно, это жесть. Это правильно, но, значит, нужно вести работу, значит, нужно вести разъяснительную работу на уровне государства. Нужно давать статистику, это самое главное, блин. Нам опереться не на что. Мы берем у Аргентины статистику, мы берем у других стран статистику, мы показываем это на чужих данных, не на наших. Это огромная проблема. У нас нет ресурса, на который мы могли бы сослаться, что вот идите и посмотрите. У нас вот только так, что мы либо от министра здравоохранения услышали, что очень мало привитых попадает там буквально в цифрах, действительно, меньше двух процентов. Либо вот вечерка услышали. То есть мы получаем единичную какую-то информацию, а вот систематизированной нету. И это огромная проблема. Ее нужно решать одной из первых. Да, как вот, смотри, я хотел бы, наверняка нас сейчас, я знаю, просто смотрят чиновники от медицины, так оно регулярно происходит, но и в принципе чиновники смотрят. Я бы хотел обратиться. Друзья мои, дорога в тысячу лье, как говорил мудрый человек, начинается с первого шага. Если вы хотите, чтобы у вас кто-то привился, у нас населенных пунктов, где живет от ста человек, а может быть даже и от двадцати до нескольких тысяч человек, это пол России, а может быть даже не пол России, а две трети России по территории, если смотреть. И набрать пять человек, вот я по своим родителям знаю, набрать пять человек, чтобы пойти привиться спутником, даже когда очень хочется, даже когда есть большое желание, временами не представляется возможным. Ну, в принципе, теоретически даже не представляется возможным. Пожалуйста, если вы хотите, чтобы у нас в стране кто-то привился по-серьезному, по-человечески, в хорошем объеме, сделайте так, чтобы спутником мог привиться каждый. И не собирать по пять человек. Это не так сложно. Просто поставьте интересы государства чуть выше интересов бизнеса, и все сразу же встанет на свои места. Процент, вот уверяю вас, увеличится мгновенно процесс привитых. Просто люди доверяют спутнику, но не могут найти себе еще четырех компаньонов, чтобы пойти привиться в деревнях, например. Ну и плюс, откройте данные, потому что мы точно знаем, что они собираются. И это, как вы понимаете, очень важная составляющая прививочной кампании. Важнейшая. Ну, посмотрите, черт возьми, как сделано в Израиле, например. Вы заходите на сайт Минздрава, у вас вся раскладка, какая только возможна. Вот все есть абсолютно. Посмотрите, как собирается в Великобритании. То есть там даже по отдельным городам. Мы по Лондону можем взять полную раскладку целиком. По возрастам, по привитым, по госпитализациям, по тяжелым случаям, по всему остальному. И что интересно, это ведь работает на вакцины. Вся эта, все эти цифры, вся эта статистика, она ярко показывает, что да, в десятки раз меньше госпитализации, в сотни раз меньше летальных исходов. Но это ведь от леньшей госпитализации. В сотни раз меньше летальных исходов. Но это ведь отличная убеждающая база. Без этого не получится. Мы не сможем постоянно кивать на зарубежный опыт. Я понимаю, что он большой, что спутник применяют в более чем 70 странах. Но это неправильно. мы должны показывать на своей статистике, своей собственной. Да, чистая правда. Так, у меня еще тут пару вопросов. Сергей Гончаренко, 200 рублей. Недавно ревакцинировался. Будучи в больнице, удивился, что прививают всеми видами. Два спутника, Ковивак и Эпивак. Вопрос. Если вы говорите, что Эпивак малоэффективен, то почему его до сих пор используют? Это вопрос к регуляторам. Я боюсь, что у нас нет такой практики признавать ошибки. К огромному сожалению. И отзывать неэффективные препараты. Вот у нас как-то нет такого. А такое ведь в мире бывает регулярно. Ну, действительно, да, антител нейтрализующих практически нет. То есть нужной защиты нет. Но можно признать, что это не получилось. Бывает такое. Еще раз. Есть же вакцины, которые отозваны с рынков даже после одобрения местными регуляторами. Нет. Надо упираться, что мы молодцы, мы все сделали. Ну, хорошо, вы молодцы. Вопрос. Где публикации в международной научной прессе? Где? То есть, чтобы это можно было обсудить, чтобы это можно было показать. Публикации на местном уровне. Все. Не более того. Это сразу внушает кучу подозрений, кучу сомнений, кучу всего остального. Зачем мы так делаем? И это не только по вакцинам. У нас по препаратам масса такого. Такого же в точь. То есть, вот эти знаменитые, уже ставшие нарицательным, уникальные отечественные разработки, которые больше нигде в мире никто слыхом не слыхивал. Только потому, что, да, у них эффективность ниже плинтуса. Но их производят уважаемые люди, поэтому их нельзя отзывать с рынка. У нас же капитализм. И любой бизнес в почете, да, и если интересы фармбизнеса не совпадают с интересами пациента, это проблемы пациента. К огромному сожалению. Слушай, ну по сей день прописывают орбидол, прописывают оцилококцину. То есть, вот по сей день я видел свои глаза. Оцилококцину нет в рекомендациях нигде. Сейчас вышли 14 рекомендации Минздрава обновленные. Туда включили даже абсолютно свежий молноперавир, нерматрилвир, Господи, я его выкварил, и МИР-19. То есть, их туда включили. А вот гомеопатии, к счастью, там уже давно нет. Но я видел врача, который рекомендовал оцилококцину, а орбидол прям видел на бумажке. Орбидол я прям видел на бумажке прописанный человек. А он есть в рекомендациях, он есть до сих пор. Ну вот так вот. Так, Евгений 100 рублей просто так отправляет на благие дела. И последний вопрос, который сейчас у нас есть. Танислав Штеренберг, 100 рублей. Я вот предполагаю, что ковид все-таки выведен искусственно. Попробуйте опровергнуть. Знаете, я до... Начнем с того, что попробуйте доказать. Да-да-да, я два слова скажу. Буквально в 2020 году, где-то в апреле месяце, я смотрел выступление нашего доктора-биолога, очень авторитетного, который сказал, говорит, мы живем в парадигме, когда человечество еще пока не создало ничего живого своими руками. Соответственно, мы можем модифицировать. Мы умеем делать модификации, из чего-то сделать что-то. Но из нуля сделать какой-то этот самый, пока, говорит, прецедентов не было. Если, говорит, какой-то искусственный, то это первое. Я немножко поправлю, мы уже умеем. Так, расскажи. Мы уже умеем. Но это отдельный довольно большой рассказ, но я очень коротко расскажу, что да, действительно, у нас некое подобие синтетической жизни сейчас растет. То есть, такая вещь есть. Да, там некоторые нуклеотиды могут размножаться самостоятельно, но это пока на очень-очень-очень низком уровне. А вирус – это невероятно совершенная вещь. И люди, которые заявляют, что он создан искусственно, слишком хорошо думают о человечестве. Я бы сказал так. Переоценивают наши возможности. Ну, собственно говоря, да. Слушай, давай пару слов про пиар. Да, у меня возникает куча профессиональных вопросов. Куча. Поскольку это вещи, которыми я занимаюсь, особенно антикризисные. Вот сейчас у нас реальный кризис, и я понимаю, что антикризисная работа, информационная, коммуникационная, она ведь, не скажу, что провалена, но громкие слова кидать тоже не хочется, но она ведется с большим трудом и с огромным количеством огрехов. Опять же, не скажу ошибок, а огрехов, погрешностей. Основное, что я вижу, это отсутствие последовательности всех органов власти и всех спикеров, которые говорят за прививки и от имени, условно говоря, государства. То есть, один говорит одно, другой говорит другое, третий, третий. Человек, который живет в информационном поле, как мы с тобой, у него может не сложиться вообще карта, дорожная карта в голове, а почему все говорят по-разному. Вроде про одно и то же, но по-разному. Вот скажи мне, что происходит, по твоему мнению? Ну, отсутствие единой политики. Тут, я думаю, ничего нового мы не расскажем с тобой, что нет некого единого центра, который бы все это контролировал, регулировал и прочее, прочее. Ну, потому что, скажем, в Соединенных Штатах есть довольно мощный центр по контролю заболеваемости, ЦКЗ или CDC, и это как бы источник всей основной информации. И он ее транслирует довольно активно по всему миру, в том числе, не только по Соединенным Штатам. И это является как бы основой. В Великобритании НХС, то есть Национальная служба здравоохранения, то же самое, она является основой. Вот у нас такую основу на себя никто не взял. Да, конечно, у нас есть проект Стоп Коронавирус РФ, но это скорее агрегатор. То есть туда просто собираются новости, все, которые существуют, собирается некая статистика максимально доступная, и все, не более того. То есть у нас нет какого-то единого центра, который бы диктовал конкретную политику, который бы давал разъяснения, который бы уточнял. Потому что люди действительно говорят разные вещи. Причем иногда они говорят правильные вещи, но другими словами, и их не понимают. Кого чаще всего не понимают? Гинсбурга, что интересно. Он говорит правильные вещи. Ну а ему нужен переводчик. То есть его нужно разъяснять. Он понимает, о чем он говорит. Я понимаю, о чем он говорит, потому что у меня есть специализированное образование и опыт работы научным журналистом. Но подавляющее большинство, которые потом начинают воспроизводить то, что он сказал, я понимаю, что они его не так интерпретировали. Абсолютно он говорил о другом. Зато вот Лагунов, например, говорит великолепно. Но где мы его слышим? Где мы его видим? В единичных каких-то отдельных роликах или еще что-то в этом роде. То есть вот, по идее, разъяснительной работой со стороны спутников должен заниматься Лагунов. У него это получается хорошо. То есть он разъясняет, он говорит нормальным языком, доступным и всем остальным. Вот даже на уровне таких мелочей у нас масса несостыковок, масса проблем и прочего-прочего. Очень бы хотелось, конечно, чтобы за два года это все исправилось, сделали выводы и прочее, но пока что почему-то этого не сделано. Я не понимаю. И вот этот раздрай, он, как ты понимаешь, не лучшим образом отражается как раз на активности вакцинационной кампании. Мы это очень четко видим. Это отвратительная, кстати, ситуация. Я бы, знаешь, что сделал? Смех смехом, но у меня давно такая мысль родилась. Надо каждое утро, у нас же во всех крупных, да вообще во всех городах на улицах есть система радиовещания на случай войны и так далее. И вот надо каждое утро хорошим поставленным голосом, типа голоса Левитана, проводить сводку в информбюро. Сколько заболело, сколько в тяжелом состоянии, сколько умерло, сколько привилось, сколько заболело среди привитых, сколько умерло среди привитых. Это к вопросу статистикит, Рафима, это все туда же. Да, просто голосом Левитана хорошим поставленным сводку в информбюро давать на все города и населенные, и поведчески говорить с точки зрения медицины. И просто сказать, ребят, пишите методичку, как, кому, чего говорить и как представлять это заболевание в средствах массовой информации. Чтобы все дули в одну дудку, условно говоря. И губили в одну струю. Вот, и тогда все будет работать. Так, став из 400 рублей нам передает просто так, спасибо на благие дела. Константин, 5 евро. Вопрос, последний на сегодня вопрос, который я зачту. Вопрос, как часто должны мы ревакцинироваться из статьи журнала Плос Ван, Плос Ван, наверное, или Плос Ван, я не знаю, только что за журнал. Плос Ван. Есть ссылка на эту статью. Есть опасность в частой, есть опасность в частой вакцинации одной и той же вакцины. Третий раз мне прививаться не хочется. Нет такой опасности, как вы понимаете, многие статьи, мягко говоря, либо не выдерживают критики, да, даже с точки зрения методологии и всего остального. И, к огромному сожалению, хайп теперь ловит и ученые, в том числе. Те, которые начинают публиковаться в различных местах и, что называется, пытаться идти против мейнстрима и заработать какие-то очки на этом. Огромное количество статей отозвано. То есть, такого раньше не было. Сотни статей из научных журналов отозваны. Что это имеется в виду? Что они не соответствуют каким-нибудь из требований либо научности, либо там методология нарушена, либо еще какие-нибудь вещи. Ну, иногда, вот я просто, ну, я научный редактор, у меня такая работа. Я иногда в этих статьях вижу несостыковки на уровне простейшей редакции, да, то есть, на уровне простейшей редактуры, прошу прощения. Иногда даже не вьются ссылки, а иногда ссылки уже на отозванные статьи или еще на какие-то вещи. То есть, это все информационное поле, оно стало, я не знаю, это поле чудес какое-то в стране дураков, и на нем, еще раз я скажу, даже специалистам очень тяжело ориентироваться. Я представляю, каково остальным. Да, это прямо, это прямо сейчас очень-очень важный момент. Ну что, у нас, к сожалению, час наш закончился. Спасибо тебе большое. Хорошего тебе нового года. Халейте. Чтобы стол был вкусный и хороший, намек понял.